Я вот хотел сказать вам о слое мистика. Что-то бывает такое мистическое, где-то показалось, сказалось, вышло. Ну, сегодня время такое, к этому не очень люди расположены, но иногда бывает. Я вам поневолею. Мы сидим в камере. 112-я камера, 2-й этаж, СИЗО, 17-й группы 1, канатная 81, город Барнаул. Нашу камеру звали камера академиков. Мы были трое. Один из них преподаватель, 2-ю группу космонавтов залетел. Это не просто так. Умный очень человек. Ну, понятно. Одно время начальник оборудовательного училища Лозин Анатолий Максимович. Однажды сидим и слышно какой-то мотор. А этот самолет вот такой вот и летит. Это он летит сейчас из того города, летит туда, догруженный, сильный как. Это грузовой. А самолете, в который он его не видит, на окнах жалюзи, решетки, и он пытается определить. Вы знаете, на кого вы эти каваланы обменяли? На какого русского? На грузовую. Абель. 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 Ага, я туда. Уже знаете, ему 30 лет дали срок. Ема, 30 лет. Ну, тут Луиса Карбалана, кажется, на него-то и обвиняли тогда. А кто такой Луис Карбалан, знаете? Кто? Резидент Чили. Так, и что? Коммунист. Коммунист. Коммунист, да. Уж его там, кажется, засос Брежнев целовал. А он целовал Брежнев, Николай не умеет целоваться. И вот, надо вот посмотреть, как. И вот это, второй, третий сидел, это главный рыбак Алтайского края. Это Сирия Владимир Митрофанович. И во главе зашел паровоз. Паровоз это главный, который, знаете, первости пристали. Там, которые были, там, и вязанка целая шла. Он главный, как бы. Вот если бы такие были, как он, Коммунист был бы на земле. Талантливый на это дело. А в духовном плане никакой. Ничего не удивленного. Он знает только одно. Из развалин построить. И к нему шли он. Там какая-то завлюха была. А он такой рыбокомбинат построил. Здесь вот. В Мамонтово. Рыба дешевая. Постей день вспоминает. Там была там по рубль пять или сколько. Так у него реприжератор из Дальнего Востока. С селезкой. С Балтики редкая рыба. Рефрижератор игнали сюда. Он все перерабатывал. Первые секретари партии. Там каких-то у него не было. Космонавты, алигерманцы. Только все у него тут ошивались. Мы посадили. Потому что кто его патронировал, больше всего помогал. Аксенов был первым секретарем кроекома партии Алтайского окраина. А сейф-то подняли. А у него там жалобы на него. Ну и начали просто хостить их подряд. И вот эта прелюдия такая. А как говорит мне лозенка Анатолий Максимович. И говорит. А вы знаете, что что-то таинственное есть в этой перестройке. Я говорю. А что именно? А вы заметили, как он в порядке? Провидели. Когда мы начали обратно рассуждать, я увидел даже больше, чем он хотел сказать. Горбачок. Ну, если соседи за столом сидят, они переменятся, сядут, завтра. Здесь никак. Первое лицо в государстве. И должен был прийти это все разрушить человек, в фамилии которого четыре генеральных секретаря друг за другом в том же порядке будут идти. Это нельзя составить. Потому что там подковерная борьба идет. Кто кого подкусывает. Хотели поставить одного там из Краснодара. Его посадить хотели. И по порядку идет. Вот смотри. Горбачок. Б. Брежнев. Бачок. Ба. За ним идет Андропов. Редкая фамилия на Букуя Черненко и дальше Ельца. Я когда узнал, это, говорится, глаза на выпущу. Я со всех сторон смотрел. Где-то как-то соседи в автобусе там могут сеть. Ну, вот и сели. Я сейчас узнал. Пащенко сидел здесь. Здесь рядом сидел, загуляем. Откуда шнек вылез? Уйдет туда. Сука, ты у меня есть после. Так. Дальше идет Робот. Робот. Там на руку Я. Да? Да. А на Я. Ну, и там он еще получился. Бзя. Больше ничего не получилось. Ну, и действительно, сидят и под взяты. Больше нет еще. Бзя? Нет. Я не выбирал. Они как сели. Я первые буквы всех и взял. Видите что ли? Я спрашивал, вот так и есть. Все смешно. Ну, так. Пащенко, это Пащенко. Загуляем? Фамилия твоя? Да. Твой от Робот? Да. А этого как? Якимов. Якимов. А тот? Афанасий. Все, пожалуйста. Вот она где. Это центральный комитет. В местный туалет. Вот, ребята, какое дело там. Когда я вот это дело посмотрел, я стал смотреть еще следующее. Александр Александрович Солженицын, его сказали, нужно издать полным собранием. Все написано им. Особенно крупное произведение, это Красное Колесо. До этого считалось одно из крупнейших произведений «Война и мир» Льва Толстого. А Роман Ролан, французский писатель, сказал, говорит, это океан человеческих душ. Когда он их описывал. А это в несколько раз больше. То есть это документально, похожий новостей на рассказ. Вот, допустим, перед революцией, он берет там 5 марта, в это время, что Гучков делал, что Львов говорил, что император где был. И дальше, Красное Колесо, это революция, которая придет. Красное Колесо. И он дал согласие, Александр Александрович, что в книге издать. Но одно условие поставил. Только одно. Какое? И Наталья Дмитриевна, кто она такая? Вторая жена его. А она выполнила это все. У меня на столе лежит в одном том. Я начитывал, когда три тура была, имка пресс в Франции. Не то, что там советские сокращались. От буквы до буквы. Но говорят, что он делал правку и еще какие-то добавки делал. У меня здесь на столе. Никита ее купил. Володя, да? Еще он ее оставил. Не знаю, я ее приватизировал. Вот. И сейчас помоленьку опять. Я два раза насчитывал на пленку. Он поставил одно условие. Я вам скажу, вы запомните, чтобы где положена буква Ё, была поставлена две точки над ним. Е, Ё. Е, А, Ё. Ё, А, О. И везде это сделали. До этого не было. Буква Ё была истреблена. Нигде нету. Везде писали Ё. И вот для Большевта как раз Ё не было. Как только исполнилось пророчество, везде пошло Ё. А вот Ёльцин, не Ёльцин. Когда вот все это исполнилось, последнее, Ёльцин уходит и в это время начинает сейчас издавать это тоже знамение. Четыре правителя, такого правителя над великой империей, державой всемирной, супердержавой называлась, и в таком порядке. Особенно для меня странно, что Черненко, это, ну, если мы посмотрим в интернете Википедия на букву А, только-то больше всего это РС, я симфония занимался. А на Че там совсем немного. Как Сергей писал, пошел ты к Чернеру. Вот это вот Че. А фамилия на Че, мой дедушка был Чударев. По маме. И вдруг он здесь появляется, и один за бренем идут, и Маргарет Тэтчер приезжает, только успевает хородить их. Сколько раз он в Увербе один, начинает Брежье, Маргарет Тэтчер приезжала. А почему она? У меня сихотворение есть написано выдвижение с Маргарет Тэтчер. Она его сосватывала Горбачева, она его выдвинула. Один, который ездил с ним, как пресс-секретарь, и он выступает в Англии, там это в парламенте, ему дали выступить, и он говорит, как вы считаете, он в Бога верит, на Горбачева? Он говорит, это ты послушай, как он говорит, это верующий человек. И он говорит, с Богом. С Богом люди говорят, мне один комсомолец говорит, наша подводная лодка когда уходит, провожает контр-адмирал, и машет рукой и говорит, с Богом, он верующий. Ну, принято так, верующий. Верящий, верящий такой. Горбачок. И как только исполнилось воцарение Ельцина, сразу буква «ЕЗИ» появляться начала. Я еще это нашел. Значит, это мистическая фамилия Горбачев, которая в себя вобрала все, а это так, а вот так, от которой гор впереди, это просто вступительное говорит слово. Так. А вы? Так. Это он как-то так говорил. Горе очень радующимся. Горе очень радующимся. Просто слова. А дальше за ним от этого идет. Это не в это, это вот, друзья. Попали же они рядом. Я их не пересаживал ничего. Ну, вот такое дело. Теперь говорят 666. А там не написано 666. а 3 шестерки 666. А 666 это это не 166. Люди даже этого не знают. Все время смотрели на совокупность, а сегодня прямо показывают по отдельной. Трижды повторяться будет. Несоединяемое. Так это или нет, но знамение есть. Пытались имя Мария там сколько 141 кажется набирает. А, Р, Р, это 100, И8, М40, что-то такое. Иногда Бог дает какие-то знаки. Дает знаки, а мы не соображаем. Не обращаем внимания. А какие бывают знаки? Очень даже необычные. У вас было такое, чтобы стекло в древности разлетелось, а вслед за ней сюда влетел ястреб. Грудью раздвел, за голову влетел, а голову вниз лернул, а он не мог затормозить. Он как стекло сдал, так в вызову влетел. Что за этим кроется? Люди некоторые придают очень много значения, другие совсем не придают. Но надо найти золотую середину. Так просто не бывает. Батюшка сидит, пьет чай. Вот представь себе, стакан, нормальный, хорошее, хрустальное такое стекло. Он поел, вот так его выпил, поставил и сидит и усы оттирает. Вот и лежит кучка стекла. Никого нету, ничего. Стакан весь на мелкие кусочки и кучка легла, ничего, никакого стакана еще нету. Кто бы сказал холодный, а то чай обыкновенный чай, он его попил, ничего больше нету, он его поставил легонько, усы попирает, вот лежит трень, кучка стекла. Все такое. Батюшка готовится пешку затоплять. Пешку-то затопил, там бумажки, только открыл пешку, там, видите, бумага шевелится сама по себе. Пешка, бумага. что такое, оказывается в трубу упал воробей, и там прополз за этой бумагой, вошится в ней. У матушки мы тут пришли, она говорит, печка не топится совсем, ну давай ее ремонтируем. Разбили, а там сейчас не могу 4 или 6 голубей, они сверху сядут, видимо, греться-то, но и угореет вниз, и там прилеты распущены, тогда пришлось сверху решетку сделать. Это событие местного такого масштаба. А вот это мирового масштаба, Горбачев. Горбачев, а что послужило крушением от этого строя? Я вот в университетах вел занятия, я отмечал, Горбачев самое знаменательное событие, и Солженицын. Как? Горбачев предатель, вот там Горбачев и Солженицын. Ну Солженицын так, Раскила Булак написал, который мир прочитал и содрогнулся. Ну а Горбачев решил показать человеческое лицо социализму. Властность и стройка. Депутаты там дерутся, открыто никогда этого не было. Депутатский корпус. Мне вот я это понимал, в тюрьме еще сидел, но не понимал зачем депутаты, потом это понял. Чтобы они им дадут раз сто больше еще положено, чтобы они голосовали за любое предложение правительства. А куда? Это не я, это как Горбачев сказал, страна показана, вся развалилась, она так это не я, она сама развалилась. Вот и поднял. Она сама. Она еще не привыкла. Там какой зелинный лиф людоеда вышел человеческое лицо. Ни одну книгу на западе. Люди не искали как архипелад Булак. Говорят, не успевали ее издавать. И весь мир повернулся против страны, против социализма. Коммунистические партии везде полетели без головы. Одна книга. Он показал суть, что делали с людьми. Ну, а Горбачев дал свободу. Анекдоты можно было про правителей рассказывать. Раскрепостил анекдоты. У меня стихотворение про них есть. это самое. Это самые знаменитые люди 20-го столетия. Да и не только. Вот так. Все у меня на сегодня хватит. И готовьтесь. Сейчас давайте идите лодку качайте. Занятий как придете, сразу уходим туда, где ягоды, и оттуда по железную дорогу лазить будете и крещать. всякой крещать, как только можешь. И как собака, и как петух, и как курица, как баран. Все может крещать. А взрослым можно? Можно. на тормозах, иначе до вонешь, там половина в смятку будет. Я не пойду. Там девать это некуда, тоннель. Я не пойду, боюсь пустынная тоннель. Только бегать так, вот так и обратно. А обратно не заходить тоже в тоннель. Навстречу нельзя. И вы будете вспоминать этот тоннель. Побегаешь, так березу лазить можно будет. Раньше лазили высоко, а потом не стал высоко давать лазить. Из-за стола вылезем? Да, ладно. Желатый борец не ловит. надо было поменьше давать. Ну ладно, сейчас тебя наружу сходишь и поменьше не. Маленько перехватил поменьше. Господи, слава Тебе. Боже, хвала Тебе за все Твои милости и извещенную любовь и благотерпение. Слава Тебе, Отчественный, Святой Дух. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос.